Огонь на поражение. В поселке Искатели сегодня задержали пьяного стрелка. Мужчина закрылся в квартире, а затем выстрелил в своего знакомого. Кадры с места ЧП. Без еды и воды. В Нижней Пёше нашли заблудившегося рыбака. Он не выходил на связь трое суток. Некапитальный ремонт. В Нарейнмаре строители обшили дом сайдингом, а про крышу забыли. Жильцам теперь предлагают потерпеть до 2025 года. Кто виноват? Вите надо выйти. Администрация региона приняла решение объединить Ненецкую агропромышленную компанию, акционерное общество ВИТА. К чему это приведет? Возраст не помеха. Расскажем об удивительном человеке, который работает механиком в Ненецкой окружной больнице. Ему 80, а он продолжает трудиться. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. С главными событиями этого дня в студии Олег Хатанзейский. Новости начинаются. Дружеский визит закончился огнестрельным ранением. В поселке Искатели сегодня прогремели выстрелы. И это вовсе не учение. С ружьем в руках пьяный мужчина закрылся у себя в квартире, а к месту ЧП были направлены все спецслужбы региона. Чем все закончилось, расскажет Владимир Рожин. Монтажников 12. Казалось бы, тихий и спокойный дом. Но буквально несколько минут назад здесь было огромное количество спецслужб. По предварительной информации, именно в этом подъезде производилась стрельба. Все произошло в третьем подъезде. Тревожный вызов в дежурную часть полиции поступил примерно в 9 часов утра. Звонили испуганные жильцы этого дома. В сообщении говорилось об одном. В подъезде слышны выстрелы. Через некоторое время прибыли машины спецслужб МВД и МЧС. Территория вокруг дома была отцеплена. Алина Вуючейская проживает здесь порядка 9 лет. И по ее словам, подобный инцидент случился впервые. Мы вот утром поехали кататься на великах. Где-то часов в 9 было все спокойно. Возвращаемся. Тут куча полицейских, пожарных. Вообще, на самом деле, мы в шоке, что в нашем доме такое произошло, потому что дом достаточно спокойный. Все жильцы адекватные. И вот никогда никаких прецедентов подобных не было. Уже позже появились подобности произошедшего. Как оказалось, изрядно выпишивая мужчину, решил навестить его товарищ. Но вместо того, чтобы открыть дверь, хозяин квартиры открыл огонь. По предварительным данным, в квартире закрылся мужчина 80-го года рождения с находящимся у него оружием. И он находится в состоянии алкогольного опьянения. И его знакомый, когда пришел проверять его, как он себя чувствует, через железную дверь произвел выстрел и ранил своего знакомого. В результате чего он госпитализирован для оказания медицинской помощи. Операция по захвату пьяного стрелка длилась порядка двух часов. Все это время мужчина оставался в закрытой квартире. Для того, чтобы выудить злоумышленника, полицейские привлекли психолога. И уже около 11 утра искательского дебошира обезвредили. Сейчас нарушитель порядка взят под стражу. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Владимир Рожин, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Невероятный случай в Нижней Пёше. Там нашли рыбака, который блуждал по лесу трое суток почти без еды и воды. В последний раз перед исчезновением он выходил на связь 17 июля из избы в районе истока реки Пёшица. Спустя два дня силами администрации сельсовета при участии добровольцев были начаты поиски. Группу возглавил участковый уполномоченный полиции Андрей Шадриков. В четверг и пятницу поиски результатов не дали. А вот в субботу вечером около 9 часов мужчину все же нашли. Оказалось, что он заблудился. Горе рыбака доставили в Нижнюю Пёшу, где его осмотрел врач. Угрозы жизни и здоровью не было, сообщили в единой диспетчерской службе 112. С абсурдной ситуацией столкнулись жители дома номер 17Б на улице Первомайская. Несколько лет назад двухэтажную деревяшку обшили сайдингом. А вот о крыше строители, кажется, забыли. Шифер прогнил настолько, что уже не защищает от протечек. Дождевая вода просачивается в подъезды и даже квартира. Переписка с различными инстанциями ни к чему не привела. Известно только одно – ремонт кровли запланирован на 2025 год. Собственники опасаются – после очередного ливня потолки могут запросто рухнуть. Случай уже был. Подробности прямо сейчас. Сейчас там пены заделали, перестал, где вытяжка идет. Вдоль ее текло все вниз, мне квартиру заливало. Там у меня панели на потолке. Даже там видно наполнилось. У меня панели аж продавило, и вода ручьем. Об очередном потопе Федор Семяшкин вспоминает неохотно. Грустно думать об испорченном ремонте. Квартиру купил всего шесть лет назад. Мужчина и не предполагал, что столкнется с такой вот проблемой. Дождь теперь – настоящее испытание на прочность в буквальном смысле. Вот здесь через это слуховое окно все течет сюда. Выношу из дома детские ванны, ставлю здесь все, чтобы не протекало. А оно все равно сочится все сюда, с ветром когда дует. И дождь все с ветром. Все здесь льется, как ручьем все течет. Течет не только на чердаке, но и в подъездах. Желтые на белой штукатурке пятна – последствия ветхой кровли. О том, что она нуждается в срочном капитальном ремонте, жители дома говорят уже несколько лет. Впрочем, пустую. Ответственные лица, по словам собственников, не реагируют на просьбы о помощи. 1-го майская, 17-Б – не единственный в квартале дом, крыша которого вызывает опасения. У четырех из семи деревяшек кровли в свое время обновили. А вот на остальные строения, кажется, денег не хватило. Шутят жильцы. Удивились, почему у четырех домов в нашем квартале сделали крыши, а наши три дома остались так. Протекающая крыша – отнюдь не единственная проблема в доме. Десять лет назад строители заменили венцы, то есть обновили фасад жилого строения. Люди обрадовались, мол, в квартирах станет еще теплее. Не тут-то было. Очень холодный стал. Раньше мы проблем не знали. Тепло, полы теплые были. Но ветров он боялся. С самого раза сразу. Потому что открытое место, все. Просто меняли их венцы нижние. Упал черный пол. Стало холодно очень. Собственники уверены, рабочие нарушили технологию. Даже делали строителям замечания. Тщетно. На днях по просьбе жильцов деревянный дом 83-го года постройки обследовала специальная комиссия. Проверка должна показать общий износ здания и, конечно, состояние крыши. С полученными результатами депутат городского совета Анна Булатова, она помогает собственникам решить их проблемы, намерена обратиться в фонд реформирования ЖКХ, чтобы в ведомстве пересмотрели сроки выполнения капитального ремонтостроения. Он запланирован лишь на 25-й год. В этом году уже заложена смета на ремонт домов. Я думаю, что хотя бы 19-й год постараться. Тем более все ремонты проходят через аукционы. Средства, понятно, что чаще всего остаются. И постараться, чтобы эти деньги целенаправленно пустили именно на этот дом. Вот с каким предложением, вопросом и проблемой, и бедой обращаемся вместе с жителями. Жильцы тем временем опасаются. Не за горами сезон дожди. Очередной ливень может спровоцировать частичное обрушение потолка. Прецеденты уже были. Когда дождь у нас восток, северо-восток, с ливнем нас заливало. И через эти слуховые окна заливало у нас в подъезде. Штукаторка соседа чуть не убила. Прошел только шаг, сделал и сзади рухнуло штукаторкой. Олег Итанзейский, Антон Водряков, Телеканал Север. Ненецкая агропромышленная компания и ВИТО будут объединены. Их общий акционер, региональная администрация, считает, что интеграция сделает молочную отрасль в субъекте более эффективной. Процесс слияния двух предприятий уже запущен. Еще один аргумент в пользу объединения. Грядущее расширение производственных мощностей и Ненецкая АПК. Не секрет, что ВИТО в последнее время делает ставку на изготовление молока из сухого порошка. Его качество очень высокое. Но натуральное сырье всегда предпочительнее считают в профильном департаменте. Там добавили натурального сырья. Скоро станет больше. НАК строит новый телятник в Тельвиске. Кроме того, по словам специалистов, не может считаться вполне здоровой ситуацией, когда в одной отрасли у бюджета региона сразу два получателя субсидий. Причем это разные формы господдержки. Наконец, еще один аргумент в пользу объединения – сокращение расходов на административно-управленческий персонал. Сейчас его численность в ВИТО составляет 10 человек. Что касается простых рабочих, то увольнений не будет. Руководитель Управления имущественных и земельных отношений Анастасия Голговская рассказала, процесс интеграции не обещает быть быстрым и может занять до полугода. Предполагается, что активы ВИТО решением ликвидационной комиссии передадут в Ненецкую АПК. Комфортная среда в отдельно взятом поселке. О том, как сделать свой район уютным, знают в ТОЗ Захребетный. Благодаря активности местного общественного самоправления в этом году там начались работы по благоустройству. Планы масштабные. Самые отдаленные районы Рейнмара люди облагораживают за счет собственных сил. Подробности у Тимофея Жукова. Процессы благоустройства подошли со всей серьезностью. В прошлом году в районе улицы Мурманской городские власти обустроили детскую площадку. Однако место было выбрано неудачно. Игровые конструкции периодически затапливало. И в июне по инициативе жителей Захребетки детскую площадку перенесли. Детскую площадку в том году поставили вон там, в яме. Она зимой занесла, ее не выкопать. Вот, я добился, чтобы сюда принесли ее. Ну, принесли сюда. А там мы хотим сделать сквер. Он на лето годится, а зимой сквер не нужен здесь. То есть предусматривается установка скамеек? Скамейки, деревья. И вот около пруда, вдоль пруда тоже скамейки хотим сделать. Но это на будущее все. Это перспектива развития нашего микрорайона. Рассчитывать приходится только на свои силы. Впрочем, помощи на Захребетке ни от кого не ждут. Задумали обустроить уютный сквер, облагородить местную достопримечательность, полувековой пруд и посадить живую ель в преддверии Нового года. Сейчас, конечно, планируем здесь сделать скверик, посадить деревья и облагородить пруд. Но это уже, наверное, начальщик год, потому что сил не хватает, денег в администрации нету. Все будем за счет своих средств и помощи людей. Хотим, планируем сюда постоянную елочку посадить, чтобы она была зимой, летом зеленая. Уже готова. Уже готова. Заботу председателя ТОЗ Захребетной хватает. И одна из самых актуальных – проблема по подсыпке. Большинство земельных участков, на которых располагаются дома в микрорайоне, находится выше уровня проезжей части. И за это весеннее время дорогу подтапливает. И потому она нуждается в регулярной подсыпке. Забот много. У нас береговарение. То же самое, грунтовка, так там еще и топит еще. Вот добиваясь, чтобы хотя бы подсыпали, где топит, чтобы песком подсыпали. У них в администрации 11 лет, денег пока нет. То есть подсыпка не ведется в период? Пока нет. Они грейдером пройдут, ну а что толку грейдером? Если вода-то придет, так им нужна подсыпка, а не грейдер. В будущее своего района жители Захребетки верят, а потому не жалеют сил на его благоустройство. Тимофей Жуков, Антон Водряков, Телеканал Север. Идем далее. Хорошо зарекомендовавшая себя на мартовских выборах президента, технология «Мобильный избиратель», позволяющая открепиться от места постоянной регистрации, будет применена и на предстоящем голосовании 9 сентября. Об этом на заседании региональной избирательной комиссии сообщил ее председатель Георгий Попов. Мобильный избиратель полностью заменит практиковавшееся ранее досрочное голосование в так называемом конверте и подкрепительному удостоверению. Правда, граждане, решившие проголосовать на выборах собрания депутатов по месту нахождения, получат лишь один бюллетень партийный. А вот отдать свой голос за кандидата-одномандатника и проголосовать на муниципальных выборах за пределами своего избирательного округа не получится. Прием заявления от жителей, желающих открепиться от места прописки, начнется 25 июля во всех многофункциональных центрах. В территориальных избиркомах Наринмара и Заполярного района подать документы можно будет до 5 сентября с 18 вечера до 22 по будням и с 12 до 16 по выходным дням. С 29 августа по 7 сентября заявление можно оставить непосредственно в участковых избирательных комиссиях. Удивительное рядом. В Ненецкой окружной больнице трудится необычный человек. Коллеги им восхищаются, а он просто добросовестно выполняет свою работу. 80-летний механик Петр Кычин, так зовут героя нашего следующего сюжета, даст фору любому молодому специалисту. Не верите? Смотрите. В свои 80 лет он и не думает о выходе на пенсию. Петр Кычин – механик с золотыми руками. Механиком нормально работаю, все выполняю. Я говорю, свои функции выполняю, все еще. Как еще? Ну как можно сказать, тяжело работать. Нормально. Пока работаю. Начинал в аэропорту работать, потом отработал еще в АТП. И вот 47 лет работаю в окружной больнице. Общий трудовой стаж Петра Дмитриевича аж 64 года. И, как признается мужчина, за долгие годы работы многое изменилось. Но условия труда стали гораздо лучше. Раньше, когда пришел, машины были такие не очень хорошие. Тяжелее было. Сейчас построены церковские гаражи, современные, более-менее уже все. Гораздо проще стало работать. Намного проще стало работать. Вот за счет, может за счет этого и длится мой стаж работы. В токарном цехе местной больницы всегда есть работа. Причем некоторые детали Петр Кычин может ремонтировать даже с закрытыми глазами. Владимир Спирихин проработал с легендарным механиком больше 30 лет. Сам он недавно вышел на пенсию и не перестает удивляться энергии и трудолюзию своего уже бывшего коллеги. Таких в округе у нас, да и в области, наверное, нет. Я точно говорю, чтобы работающий механик, сварщик, токарь, электрик, сантехнические работы, ремонт машин, сам залезает в машину и делает. Я говорю, уникальнейший человек. Просто не знаю, не встречал таких. Мы вообще здесь считаем, что этот человек достоин самой высокой правительственной награды. Плоть до героя труда, чтобы первым был в округе. Если не он, то вообще не знаю, кто тогда. За свою трудовую деятельность Петр Дмитриевич обучил немало молодых специалистов, которые работают в его бригаде. Его рвению к труду может позавидовать каждый. Огород есть. Копаю огород. Копаю и сажу картошку. Вот огород занимаюсь. Рыбалкой сейчас не занимаюсь. Видно, видит, такая закалка или не знаю. В детстве была работа тяжелая, конечно. Держали и корову, и пилили дрова самая, очень много. Дров пилили. Так что вот видно, может, это все сказалось. Все сказалось. Вот до сих пор пока работаю. По словам наринмарского трудоголика, в его успехе нет особого секрета. Самое главное – любить свою работу и радоваться жизни каждый день. Людмила Сидейская, Александр Дуркин, Телеканал Север. Центральный офис МФЦ, расположенный на улице Ленина, закроется на реконструкцию. Ремонтные работы там пройдут с 1 августа по 2 сентября. В организации сообщили, в этот период горожане смогут обращаться в другие офисы многофункциональных центров Наринмара и поселка Искателей. Кроме того, многие услуги доступны и не выходя из дома через портал Госуслуг. Реконструкция офиса в центре Наринмара позволит оптимально использовать имеющиеся у нас площади. Будут созданы условия для комфортного ожидания посетителей и работы наших сотрудников. Кроме того, будут созданы возможности для предоставления новых услуг, а интерьер внутренних помещений МФЦ будет выполнен в едином фирменном стиле. Добавлю на период ремонта документы по государственным и муниципальным услугам, которые подлежат к выдаче в офисе на улице Ленина, будут выдаваться в МФЦ, расположенном на рабочей 18. И в завершении выпуска в столице региона стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Ее организаторы – комплексный центр социального обслуживания населения. Акция по сбору канцелярских принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудном положении, проходит ежегодно накануне Дня знаний. Мы собираем подарки для школьников со 2 по 11 классы, поскольку первоклассникам на 1 сентября дарят канцелярские наборы. Все предметы мы раздаем семьям, которые находятся под контролем отделения помощи семье и детям. В прошлом году мы также отправляли наборы в Красное, Великовисочное и Нельминос. Отметим, что акция проводится уже больше 10 лет, и мы всегда находим поддержку жителей региона. Стать участником благотворительной акции «Помоги собраться в школу» может абсолютно каждый. Для этого необходимо приобрести рюкзаки, тетради, краски, альбомы, фломастеры и другие канцелярские товары и принести по адресу улицы Рабочая, 17-я, кабинет номер 3. Добавлю, в прошлом году жители региона помогли подготовиться к школе более 60 ученикам от 8 до 17 лет. Все они получили подарки к 1 сентября в виде ученических наборов. Такова была информационная картина дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире.